вас привет меня тут попросили снять энтузиастов 4 что я сейчас и сделаю к счастью как вы понимаете идти мне недалеко если напротив 3 то 4 где-то здесь рядом идемте так не знаю как вы ориентируетесь пространстве нет вот буквально он там откуда поехали машинки это улица колораж соответственно чтобы пойти на колораж на будет повернуть налево тут один поворот будет и мы топаем с вами к энтузиастов 4 ориентированным будет ну естественно дракон и вот александр иванович тут стоит прям непосредственно передо мной там где вот зеленые досточки энтузиастов 2 и соответственно энтузиастов 4 что хочу сказать об этом доме хочу хочу сказать смотрите сами ничего не хочу сказать дом нормальный красивый современный единственное что я знаю что он на территории данного домовладения есть несколько собственников насколько я если я не ошибаюсь конечно может что-то поменялось уже за то время когда я там был туда вот если в ворота пойти дальше прямо 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 там вроде жили другие еще люди то есть я не могу точно утверждать сколько здесь собственников и где чей дом потому что видите вот лицевая часть дома камнем обложена дальняя часть чуть-чуть другая покрашена там вот как он называется господи коронаед какой-то вот вот провод лицевую часть могу сказать точно вот ее построил сергей сравнительно недавно в том году кажется она и обложила окончательно камешком видно сразу да что все красиво все четко по современному внутри не был не буду врать но судя по тому вот маленькому окошку наверху санузлы внутри точно есть то есть это номера с удобствами кондиционеры есть что вам еще надо во дворе знаю качелька стоит есть маленький небольшой дворик но уютненький такой лесенка давайте пойдемте вот к пушке к единорогу полпудового калибра который я вам тоже уже не раз показывал еще наверно не раз буду показывать но чего нас теперь еще показывать вот кроме Александра Ивановича и пушки вот он вот здесь я играл все свое сознательное детство ну не все конечно вот когда приезжали к бабушке и так вот этот дом красавчик ну видно сразу свеженький такой красивый дом напротив вот черешенка растет а может дикая вишня а может дикая через не знаю но опять же если я не ошибаюсь хозяева разные поэтому говорю вам я не знаю у кого вы бронируете вот у сергея точно можно сказать вот так как лицевая часть можно с уверенностью сказать что он красивый современный и так далее и тому подобное что там творится во дворе утверждать не могу может быть там еще красивее а может быть похуже но с уверенностью могу сказать что вот именно здесь вот именно здесь на этом месте находятся остатки если находилась крепостная стена теперь мы можем с вами наблюдать ее остатки вот известняк ну к сожалению видите никто особо не заботится поэтому как бы можно сказать что мы ее потихонечку теряем но потерявшие будем плакать естественно третий фундамент вверху валуны такие маски булыжнички такие классники именно на этом месте и была когда-то крепость форт не лазерова но эта история желающие конечно могут поднять почитать что здесь случилось знаю одно что в прошлом веке местные жители медленно потихонечку разобрали ее на запчасти а именно строительство своих домов с этим она исчезла а вот тем кто смотрел мои блоги ранее то увидит что в начале прошлого века вот было видеозаписи вот остались в архивах я показывал вам своих мультиках которые собиралась фотография там там был фрагмент видео именно этой крепости которая здесь и находилась ну и маленький фрагмент там несколько минут или несколько минут и несколько секунд ну что вам сказать про энтузиастов 4 еще а то я заболтался тут увидел крепость стену место расположения идеальное что вы еще хотите сказать он у меня вон там он дом свой через 50 метров а у меня идеальное местоположение до моря можно пройти вот такой по улице речной вот туда вот туда туда за день как я хожу помните как я ходил снимать закат ну по вот этому вот там где адовский там то есть идти тут буквально несколько минуток минуту три-четыре если мимо брестоля попадаете на море это один путь второй путь это по улице колораж опять же где только что вам показывал заворачивать 220 метров до моря и вы на центральном пляже лазурный но сейчас его модно называть пляжем калипсо вот пляж а пляж я уже скал парк я хотела вам сказать парк находится тут же буквально есть два варианта это пройти через хочу говорить а пойдем покажу пройти через столовые тому делать парк вот есть там помните я все время руку просовываю там снимаю вот это вот там проход есть и либо опять же пойти на набережную и там набираться к пляжу второй вариант аквапарк наутилус можно пройти по улице речной кстати также можно пройти на пляж багратиона то есть не так далеко так что еще что еще что еще что еще что-то делается так то мы рассказать еще до вокзала до вокзала минут на пешком 15-20 вот можно пройтись что он еще на туристических эти будочки не будут устать на каждом углу столовых вы будете жить в эпицентре столовых тут на колораж я не знаю сколько тысяч столовых там кстати вон там море аптека магазин продуктовый есть и столовых штуки две-три точно есть опять же те же сандорини и перед ними столовая в тополе есть и на противоположной стороне там кафе жемчужина и перед ними там рис плов узбекская кухня там подобное и кстати вот да то что я говорил идете туда прямо до пляжа направо и вы на центральной набережной походите в парк я вам обещал еще показать дорогу в парк пойдемте покажу так вот вы идете 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 по улице энтузиаста выходите с улицы энтузиаста выходите на колораж вот броня белого мерседеса повернете налево тут недалеко я пройдусь вместе с вами когда помню девчонки хотели купить дом спрашивали меня где продается как мне повезло так вот вот вам может повезти девчонки пожалуйста 8 918 208 77 35 будьте моими соседями я не знаю тут половина дома либо весь дом продается но продается вообще конечно ну я уже ценовую политику он писал какая ценовая политика разная тут зависит от участка размер его то есть то есть строительство разрешено если я не ошибаюсь то ли от двух с половиной то ли от трех соток не хочу вам врать как бы вот так большая большая будет проблема у вас если нету домовладим не проведено электричество но электричество кстати не такая большая электричество сейчас легко делается нормально денег заплатить в принципе везде них денег заплатите и все сделаете вопросов не будет с водой будет немножечко сложнее нас тоже нелегкая процедура все это стоит денег и я вам скажу денег хороших вот не так все просто ну я думаю что в этих домовладениях которые здесь расположены все все уже все есть вопрос продажи только опять же не так часто здесь продают видите какой маленький домик поэтому его продают я не знаю там живет дедушка кстати вы хотели там ухаживать за кем-то возможно вы его уговорите дедушка пожилой парк вот кстати ролик длился 10 минут и за это время я вам успел показать и парк и сквер и пройтись то есть сами понимаете что вы в эпицентре событий будете 10 минут я долго шел я иду хочу пройти чуть чуть дальше почему потому что там я видел тоже продавался участок участок а тоже маленький старенький домик если его еще не продали а это я вам скажу большая достаточно редко чтобы тут продавали землю потому что окно это надо быть как бы чуть чуть не себе если у тебя есть руки ноги ты можешь сделать дом построить только вряд ли ты будешь его продавать так кстати просили пожалуйста смотрите иринын дом ирины не вижу красивый домик очень красивый там гараж внутренний дворик не знаю они думали по поводу бассейна возможно будет а вот алкашот почему-то планируется сдать в аренду странно видите ведь не поперла а хотя ребята занимались ни год ни два так ну а тут видите как мы видите мы видим что нифига уже нет вывески что продается вероятнее всего дом уже продали была большая большая вывеска что продается но люди у которых есть money money они могут себе это позволить до отсутствует вон вывеска отсутствует значит домовладение уже продано что вам сказать и даже вот этот парк отель оскар современный вот буквально даже достраиваю сейчас он был построен года два назад наверно это тут бывшая база ростовская база какая-то есть что-то с телефонами связаны связаны связи вот такой вот что-то продали человек приобрел сделал шикарный отель с бассейном с подземным парковка магазин магнит у нас появился вот в этом здании вот видите прям здесь рядышком теперь на колораж далеко хотели ходить не надо сделал красоту и красавчик чего могу сказать молодец дай бог действительно идешь вот и глаз радуется все там классно красиво я потом хожу к моему гость он не обещал показать но сейчас там еще ремонтные работы эти со временем тут будет вообще шикардос ну и урин я уже опять же повторюсь дом красавчик здесь шикарнейшая столовая я уже тоже про нее рассказывал это одна из первых столовой которая была еще я даже сколько я себе но не сколько я себе помню конечно как в 2002 году я наверно сюда приехал вернулся и вот с тех времен в принципе я ее помню четко одна из вкуснейших столовых не сама столовая несъедобная конечно а вот продукция сам хозяин тоже проверяет живет здесь уже потом появились вот ряд других столовых вот это и так далее и так далее поэтому как бы вот так друзья мои речь начиналась про улицу энтузиастов 4 а закончилась колораж и какая она раз прекрасно но это действительно так вы это все сами прекрасно знаете вот ну пока я иду домой не знаю если могу постоять конечно с телефончиком в районе прямой видимости дабы порадовать вас этим видео прям сегодня в этом постоянно просите покажи 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 вот еще видите барака узбекская кухня пожалуйста или барака я не знаю может быть просто обама барака обама пойдем по этой стороне эта сторона поуже конечно тут менее удобно ходить да и в принципе я не часто замечал что здесь не ходят конечно люди ну поменьше поменьше особенно когда вот тут вот видите на вот этих вот козырьках вывешены всякие платья там я не знаю футболочки эти здесь не очень да и потому что просто на той стороне дом моей семьи поэтому как бы какую еще сторону был нахваливать как подумайте конечно же ту и давно у нас там самый красивый а люди какие там живут так вообще прекрасные один стать из вас сейчас возник с вами беседует вот вы смотрите вот ну это очень долго долго строилась это другая история потом как-нибудь привру так сказочно чтобы расплакались там распереживались сказали какой я молодец ну не я один естественный этот один из молодцов как сказать не это не моя машина нет это соседи поставят если что у меня маленькая скромненько старенькая кстати очень слышите шуршит это сегодня михаил делал автополив пока я ездил далекие края снимать видите как надо умело начать снимать улицу энтузиастов 4 чтобы потом прийти к себе домой и порекламировать свой двор нет нет у меня кровей таких вот ближневосточных вот так вот выразился ну все на этом как бы я говорю вам до свидания до новых встреч в эфире и очень постараюсь сейчас скомпоновать этот ролик закинуть его обратно на телефон залезть на крышу и выставить вам его на обозрение всем пока до новых встреч в эфире скоро скоро кстати уже скоро закат но они не уверен что он будет очень красивый и сказочный пока